сегодня у нас кажется 23 февраля 2018 года я тут ночью рано начал пол первого пол первого и пока тут ставил то не идет никак и я понял сейчас надо не выключать мне весь этот процессор но оставляю выключить только модем у меня подключилась тогда ну вот такое дело я к Никите несколько вопросов имею скажи как ты понимаешь рождение свыше объясни как 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 положено как написано везде первое это признать что ты грешный человек что нужно признать что что ты сам грешный конкретно что ты грешный то есть грешен настолько что ну ты достоин смерти вечной погибели да конечно без этого как зачем тебе бог это живу и живу мне все есть и что и второе вторую поверь то что иисус христос это истинный бога человек который пришел на землю и написано как дети причастны плоти и крови так он заделся подобился им дабы смерти лишить силы имеющего державы смерти то есть дьявола стал как бы заместительную жертвой за грехи человека ну последний этап это уж как бы это обычно крещение это завершается человека она может проверить этот человек как кто имеет духа христова не имеет духа христова тот и не его римлянам 8 9 мы ем дорогой потерявки я говорю следующее занятие будет такое приготовьтесь к нему а идет со мной андрея рядом и спрашивают а кто должен решить имея духа святого или ними я сам должен это узнать вымыть или кто-то мне подскажет как ты считаешь на этот вопрос как бы ты ответил андрей салфином задал тебе вопрос сам должен решить конечно а люди могут заметить или нет ты живешь в духе святом ты или нет имеешь на рождение свыше или нет какие то есть признаки то ну скажем так когда живешь быстрее которые тебя знают ближние как сказано нет пророков где их не знали только как в своем отечестве в твоем окружении которое близко тебя знало скажи про твои прежние жизни грешные но они могут в это как бы не поверить потому что видят ну перестал курить перестал пить ну еще так то перестал ругаться ну и подумаешь просто стал жить нормально этого и не понимают что к рождению свыше и как такую богу веровать но могут назвать еще стал там может фанатиком или все кто попал ну то есть так вот в таком роде а вот люди многие шли за христом и в это время он им сказал сказал такие слова никто не отвергся себя и не взял крест тот не достоин меня значит чтобы понять что ты христианин ты живешь не для себя именно признак такой отвергнись самого себя я на первом месте я отвергнись что было там легко определить все это понимают когда хвалят и не хвалят это любой вот апостол павел дать я умер для мира и мир для меня рождение это смерть то есть сначала должен умереть а потом будет рождение пока человек не умер для ветхого человека рождение было ли не было у него не было не было то есть самое маленькое замещание он сразу в разнос идет да ты что меня учишь там это я встречал таких людей он ходит молится стоял вышел и вот православие проверить никак нельзя потому что о общем нету нету то есть но может быть одна на сотню храмов где-то у то есть и такая община вот выступает осипов алексей ильич и прямо говорит в церкви люди ходят там то другое служит дьяволу бесом люди туда кинулись а ничего дальше не говорит но говорит если вы приходите в храм как вы даже одеться прилично женщина приходит полураздет этом как на пляже и прочее он говорит правильно но дальше этого не идет одеться прилично как прилично дальше-то объясни он не объясняет он не знает но видишь он никуда не угодно стоит там все у нее вывалилась здесь накрашенная на ногах даже накрашена это педикюр там разные он говорит об этом но дальше он не говорит профессор то есть выше его никто не скажет но он может создать общину где бы все одевались а по форме благочестиво а он ссылается на мусульман я это делаю позади как прилично люди одеты и прочее и не он один это показывает на мусульману но действительно и говорит и бывают ролики у него составлены показывает мусульманка как она одета я постоянно говорю показывает изображение божьей матери на фиджабе то есть можно уже определить что он говорит по делу или просто сказать надо ну сказал алисей ильич вам с лишним 80 лет уже вы все знаете почему бреетесь в галстуке это прилично почему ты не говоришь дальше то а там ассоны только так делают если он галстук снял обязательно расстегнется сидит вот так вот и мы не главное никто в глаз не ткнет он знает он профессор награда получает от президента но перед богом то все по-другому будет но если ты все это знаешь такое общение в академии ну создаю общину хотя бы малюсенькую какую-то хотя бы из десяти человек нету почему нету почему он говорят о нигде во всей россии не создал ни одной общины почему как ты думаешь ну не совсем как бы история другая и жизнью другая как сказать я не знаю на тихо начата вопрос такой глобальный статус глобальный а я никогда не считал глобальную потеряю их общины и здесь и все знают кто их создавал мы с братом и люди когда нас поносят да это я бы сделать но когда доходят община говорит нет общину никому не создать не создать это разные люди разный характер противится вот они приходят сестры никто платки не надевает они сами надевают заходят здесь платье какое да был труд теперь приходят все как надо одеты все без семи минут все зашли полная тишина молимся 7 минут прошло открывается царские врата начинается богослужение может создать кто-то из них ну допустим кочев там отец андреев да никогда он даже не думать а где же он говорит там соловьем заливается а там туда сюда ходят торгуют но это может знать выступил против гей парадов на украине то он смелый но дальше то нету против церковной рутины мертвичину они слова сказать не может то есть даже скажет но это мертвое вот можно все это определять вот человеку только сделал какое-то замечание с какой цель это сейчас записываю ролик и тебе говорю с какой целью ты думаешь не знаю на тихо ночь пока не знаю для тебя именно для тебя это сказать а смотри сейчас буду показывать некоторые вот это ролик у нас потеряевки посмотри тебе это известно что здесь у нас походит конечно и тут был участник да да а то не то куда метнула она а это мы встречаем он машина приехала вот идут люди ну да вот они приходят добрый день внимательно видно что полицейские с ними сопровождают и начали ничего да я никогда не видел их и ты не видел но они идут но что дальше будет он не слышал он не слышал никиту никиту позволь надо переводчиками переводчики никита иди сюда никогда не снимай документы показывать время отведи не надо они потом зато цепляются какой ничего не то она стоит лишь кто мужчина или женщина не знаешь вот она стоит первый раз сумочка через плечо как одетого смотри внимательно дальше погромче до конца доведите так слушаю вас мы к вам по лагерю проверка да по лагерю поступило обращение я вам сейчас уже напишу попечательство да запиши еще утонули из-за того на азовском утонули если она показывает только отдельно скажите сейчас потом покажите фотоаппарат когда возьмет и тогда на фотоаппарат снять то потом сейчас скажи не показывайте потом когда мы зайдем там на столе покажите чтобы она не крутилась но не на видео на видео не снимать никогда фотография она у нас никуда почти не выставляется то да еще скажешь ты никто не знает отдельно фотографию еще значит сразу проверка путина 4 человек утонул по я говорю сейчас комиссия в прошлый раз все совет задержали не едете у них все в порядке они не доехали до нас это первый разговор вот это лейтенант приехала женщина так ну понятно что женская природа такая что ей на ней нужна власть а власти нету платков ни одной нету их так приучили и такой закон а вот она наденет платок и скажет я буду платки ее из органов высчитывать сразу ее выгонят то есть рабы женщина должна быть без платка то есть она никогда не молится она непослушная в этом заключается что дальше у вас есть тимофей батыгар вот он нам нужно нужно его опросить и опросить вас в каких условиях содержится потому что жалоба за его маму невозможные условия за ноги подвешены и так вот примерно мама так и пишет а нас звонит по-хорошему еще но подвешены за ноги висит тут смотрите но она развелись и есть запрещено встречаться что-то это сергиев посад там из москвы вот нам нужно либо как-то чтобы при нас связались с отцом то есть кто к вам его направил то есть на основании чего а какого-то документа какой-то есть связался в прошлом году он здесь был а вот это вот помощник прокурора а это из полиции то есть из двух органов заключаете заявление пишет а еще не то они нас а я расскажу вам как то что они не водят между собой она мне звонит ни под каким видом не принимайте я говорю он поехал когда отказа не было бывает непослушным у нас самое большое наказание мы отказываем приезжать ну и тогда маленькая лазейка чтобы два священника по ходатай что ли ходит церковь там воскресной школы занимается здесь ему не было отказано но никакой он как вареный он привык с двух сторон за него борется он это усвоил а тема вы про тимофея сейчас говорите а там у нас все заснято понимаете что он все время лично вот сегодня пошли купаться ну купаться это вода тепло он сидит все ребятишки поддыхаются в воде тимофей я как раз был снимал это купайся он прошел туда где можно купаться опять замер все вы нас проводите пожалуйста к нему нам с ним очень нужно поговорить нельзя но у нас задание вы или сюда его привезти можно я вам скажу почему нельзя причина очень простая дети очень любят пасти и когда уходят они мы их снабжаем дополнительной едой и они уходят в поле я расскажу вам какие если пасет девочка с девочкой если пасут мальчик значит мальчиком но в данный момент случилось так что сегодня отправил я их всех разрешил всем но и захлестал дождь они сушатся сейчас они как левушата мокрые пришли в поле так вы брюков у нас запрещено заходить я в церковь не захожу я в церковь не захожу не никуда тогда здесь это побыть вам вот смотрите приехал помп прокурора дальше не зайдешь кто-то из них будет да разве это может а власть приехал ну что что власть у нас своя власть здесь вот посмотрите как никакого унижения перед ним нет но им унижения нету но это заходить не буду она смирение показала дальше он придется у нас там местная проверка по курдам опеки я должна если у вас есть какой-то платок сейчас мы придумаем делом в чем что у нас принят вот сад но и к которым и запускать я могу того как начальник организатор лагеря когда две общины дадут это все в краевом отделе used with a документ ухранничеют похоже ваша организация ваша община разрегистрирована зарегистрирован資 не молчан зарегистрированов краевом отделе юстиции какое-то свидетельство или нужно его посмотреть регистрация у вас храницы посмотреть можно дорогой план посмотреть номером он взять а больше ни чем не набрать вы primeira нет а�� вам порядке costume прожья отвал Learning И потом юристы наши, у нас свои юристы в общине, очень высокого класса, в краевом суде работают, а в прокуратуре по особо важным преступлениям работают. Да, то есть очень высокого класса юристы, они все это составили, все это утверждение нас дали. Мы сейчас Тимофея там найдут, там маленько сухонько наденем. Вы здоровье покормить можете? Нет, спасибо. Нет, а то готовят. Сейчас. Комары заедают вас. Что с вами делается? Давайте я вас на кухню заведу, сейчас что-нибудь придут, надо надеть. А то тут и хомар завезут. Я немножко покажу сейчас, как-то одеваем. Вот, иди. Ты какая хорошая, видите? Потому что на юбку будут ссылаться вообще боги. Так, а на не разговаривали, что-то или что-то. Они не знают, что вы приехали, просто вы нагрянете сейчас так. Нагрянет, потому что, вот, так сказано, потому что... Вы там прокурора, смотри. Ой, не протянете, как зацепили. Там лежат мокрые, а мы как залезли в кухню все. Так. Вот смотрите внимательно. Он только сегодня звонил, отец. Как она запуталась. Я говорю, вы звоните каждый день. Я же сказал, один раз в неделю. С ребенком все хорошо, все снимается, все в интернете стоит. Чего вам звонить? Мне больше заниматься, дешевле. А вы в интернете это все выкладываете? Каждый день? Все, другая женщина. Каждый день около 5 розиков. У нас очень богатый сайт. У нас сайт 5 тысяч рублей. Там в сумочке с собой ребятишки играют. Так, мы вам подарим. Вот это наш как визиточки. Так, подождите. А это вот все здесь. Ютуб. И сайт. Пожалуйста. Сайт очень большой. Там 50 книг моим голосом начитаны. Так, сейчас они заходят. 41 книга. Сейчас трогнусь. И наши... Пойдут, и у меня отступят. Варианты книжек. Видели, в каких и пути. Вот эти разные, которые там крутятся, люди-то... Ну, не люди там тролли или кто. Они, ой-ой-ой. Это власть их нам... Ничего подобного. И они, согласитесь, хороших, их предупредили. Там, обязательно предупредили. Турция, Стандинавия, Прибалтика. Везде я дарил книги. В Королевской библиотеке. Книги очень необычные. Все они здесь на сайте. А там есть форум. Пожалуйста. У меня есть книжек. Да, я уже у вас был. Все открыто у нас. У нас настолько открыто, что даже некоторые смущают. Как можно так жить, так прозрачно? Вообще ничего нет. Так. Вы еще раз. Сильно накрашены. Маленько будет, чтобы не сильно. Сильно накрашены губы. Обтерять надо. Теперь смотри дальше. Если у нас правильно, я их нарушать не хочу. Она не знает. Он полезен с оботочком. Заходите, чтобы комар не ел. Еще раз ее осмотрел. Вот, заходим. Теперь на нашу кухню знаменитую. Она идет. Посторонним на кухне нельзя. Но мы еще зайдем, чтобы от комаров вызвали. Спасибо большое. Так. Нет, сначала, знаете, пройдем, где Тимофей находится. Вот дальше пошли. Теперь они заходят сюда. Потихонечка. Видите. Вот мы все там посмотрели. Просчитали, что мать... Каких интеллектуальных занятий. Ежедневные занятия. Но они не те же интеллектуальные занятия. На улице, Тимоша уже пришел. Столько им рассказывают. И про природу... Теперь. Дальше. Да не, не было. Я приехал, подал в суд. Да не, сидят, тут эти переселы закрыты. Тимошка рядом. Оплатили и дали опровержение. Ничего не было. Выдумка. Тимошка рядом. Я в канал ТАИ подключился. Я останавливаю. И теперь попрошу. Сколько посещаемость просмотров? 99201. Для нас это очень много. Сколько комментариев? 88. Удивительное дело. Давай некоторые посчитаем. Посчитай. Так. Молодец, дедушка. Храни Господь. Дедушка хорошо говорит. Так. В какой местности живет этот дед? Что за область? Это в России. Продвинутый мужик. Притом, бывает, где-то ругаются. А тут ничего нет. Это редкий такой ролик, где ни матерков, ничего нет. Ну, боятся. Милиция, прокуратура тут рядом-то. Они бы ругались. Дальше. Так. Девушка делала юбку, ей так идет и красиво смотрится. Вот и пошло уже. Теперь уже. Они уже ни на нас не смотрят, ни на девушку. Эх, детство в деревне, где же ты, Игнатий Тихонович? Молодец. Самое правильное воспитание. Дальше. Я бы лагерь назвал Спарта. Молодец дед, хороший лагерь, нужное дело делает. Дальше. Напоминает сцену из фильма «Собачье сердце», когда Шводер приходит в Непреображенском на квартиру. Попечитель типичная Вяземская из Дома права. Вы мужчина или вы женщина? Там стояла, газеты предлагала. Я, глядя на нее, вспомнил ту сцену «Собачье сердце». Мальца жаль. Разменная монета в руках родителей. «Суровый дед, но справедливый, из запоя выводит, изломки тоже, от матьюков избавляет, короче, оттуда уезжают домой не дети, а ангелы во плоти. Мне бы в свое время попасть, такой же митрополитом стал бы точно. Эх, пути Господи неисповедимы». Ну, люди-то разные, по-разному отвечают. А то смотри. Дальше. Так, «Ханивас Бог», интересный ролик. Достаточно просто посмотреть на лица, сразу видно, где любовь. «Жесть, родители, наверное, бухают, как черти, а деду приходится отдуваться в лагере всех». А что означает «жесть», это крышу крыть или еще? Ну, это такой же организм, означает что-то такое жесткое. Что он означает? «Жесть, дальше». Мальчишка хороший, дед молодец, настоящих мужиков воспитывает. Но это просто убило 12-20. Какого-то, традиция. «Религиозные фильмы...» Это минута, секунда. Смотрит, я отвечаю, какой, по смене? «Сбежавший из ада». Вот это, говорит, убило меня просто. Дальше. Девчонки такие, смешные такие. Чего приехали туда, не пойму. Человек заниматься благим делом. Такая милая девушка, лейтенант, видно, что с уважением относится к лагерю. Да. Это точно. Мальчик молодец. Дальше. Показать три ответа. И еще не тронуто. Валерий, почему они не нужны родителям? Ага. Хороший человек. Все разумно и без фанатизма. Только как-то уюта нету. Не чувствуется женской руки в доме и во дворе. Мой дед меня тоже наказывал меня крапивой. Тогда было обидно. Сейчас вспоминаю с улыбкой и благодарностью. Большое дело отдых мальчишки в деревне. Реально смешно. Простите, не могу успокоиться от смеха. Отбиваются от мух, как от драконов. Машут руками журнала, будто их мух никогда не видели. И на них не садились. Все плачут от смеха. Дальше. Люди забыли уже, как на деревне живут. Это контраст народ и пугает. Удивительные люди. Дай вам Бог здоровья и реализации ваших планов. Так. Читая столько хороших отзывов про все это. Дедуля интересный. Смеюсь. Не могу. Не даст ее протокол составить. Ну да. Я бы сама там отдохнула. Душа отдыхает. Благослови Господь вас, Игнатий Тихонович. Помню, потерявка до ее исчезновения в 1972 году. Интересно было село. Запомнилось, когда первый раз где-то незадолго до ее исчезновения был в этом селе. Вроде всего одна улица была. Он тянулся довольно на большое расстояние. Если мне не изменят память, то где-то около 3-4 километров. Нет, это он под стеклой спутал. Причем дома были только во правой стороне. Тоже неправильно. А на обоих сторонах. Он перепутал там. Ну и дальше тут на Дамбе, Корщина, дорога тут не касается. Дальше. Как прекрасно сидит и смотрится юбка, которую дали девушке Ларисе Викторовне. Совсем другой вид. Вид женщины без юбки. Этот вид, как у женщины, теряется сразу. Типа, у Курора хорошая девушка. Был бы мусульманский, давно бы с землей сравняли. Ага, Что тут? Да, там все свои, да, там все свои, да, сразу видно, что они к нему довольно неплохо относятся. То есть эти, которые пишут по-хорошему? На удивление. Хорошая, хорошая. Хорошая девушка. Дальше. Вот это. Воспоминала свое детство у дедушки на природе, босиком, красота. Да все хорошо, больше бы таких дедуль. Надо воспитывать детей к вере. Надо воспитывать детей к вере. Богу, дед молодец. Мальчишка молодец. Лапкин умнейший мужик. Хоть где-то еще детей правильно воспитывают. У меня язычника по вере от просмотра на сердце тепло стало. Дай Бог добра этой деревнии. У язычника даже расплавило сердце. Отец, чтобы вы жили вечно. Ну, это уже не знает, как выполнить. Всю дорогу сжал с этих обвинений. Главное, дед правду говорит. Ни капли лжи. Он не россиянин. Вот так. Ничего себе. А кто же я с Украины приехал? Крапивой стегали? Да меня бабушка родная постоянно крапивой стегала за баловство. И что? Да это полезно. Да меня такие лагеря лучше бы развивали продуктами. Продуктами хорошими снабжали одеждой, книгами, фильмами, домашней утварью. Крышу здания отремонтировали бы, а не комиссии посылали. Ну, то есть, понятно. Главное, это руководство. Вторая уже устала от всего. Решила посчитать журнальчик, просветиться. Девушка с прокуратуры очень корректная. Сейчас тут посмотреть, еще нет. На удивление, словно чудо, только как ее занесло, как ее занесло на эту должность. Среди дня, чтоб так комары заедали, впервые вижу, но правила для гостей никто не отменял, все правильно. Мне понравилась Лариса Викторовна, особенно, когда одела юбку. Фигура хорошая, я надо в юбках и платьях одеть. Пошли, уже забыли, зачем приехали. Приятный вид таких адекватных мусоров. Вот наших детей бы туда, да, выросли уже. Молодец, дедушка, там где. Дай вам Бог здоровья, мы вас очень любим. Побольше бы таких лагерей я бы туда своих отдал. Вот настоящий русский человек, вам бы всем с него пример брать. Это лагерь где-то 960-х, ему, правда, права качать, а сама бы вырядилась. Закусали комары. Если у них такие частые гости проверка, то все означает, что государству выгонят держать спецшколы и воспитательные трудовые лагеря для малолетних преступников. Игнатия Тихона еще дедом не назовешь. Умный, грамотный, культурный мужчина, спасибо Господи, Игнатий Тихонович. Это очень хорошее. Дедом не назовешь. Я против деда всегда протестую внутренне. Посмотрел, переварил инкубатор альтернативно одаренных. Класс, бедняжка, помощник прокурора комары кусают. Лагерь станшли с дефис и с большой буквы напишут, а потом сатану припишут и всех по клеткам. Дед доброй души, салам вам от мусульман. Мамашка, даже изыщих салам, дальше мусульманин салам пишет, дальше. Мамашка глупая, ребенок природу любить будет, это дорогого стоит. Эти дети не пойдут воровать, убивать, в чем проблема? Так люди жили тысячи лет. Сопейки одни твари. Молодец, Тихонович, пожалуйста, сколько будет стоить ребенка на лето в этот лагерь? Вот это уже дело. Красивая девушка, очень скромная, как для прокуратуры, хранилась господи. Да уж, спаси господи этого деда. Хорошее место, хорошие люди сейчас, это редкость. Минус от Белоруссии далековато. Я же Белоруссию затронула. В этом лагере приучают детей выживать. Они скажут огромное спасибо Гнатию Лапкину и всем остальным, кто их там воспитывает. Ну, знаете, мне кажется, что пойдем пять утра это уже слишком. Но мне интересно, наказывать ли там девочек? Просто, если да, то это уже неправильно, потому что мальчики, мужчины, вообще мужской пол не должен бить девочек. Какие мнения? Девочки, так почему нету? Мальчикам наказание девочкам другое наказание. Мне бы в этот лагерь присмотрела бы жизнь, верю Лапкину. Игнатий Тимофеевич, доброго вам здоровья, вы благое дело делаете, воспитываете детей в любви, а это самое главное в жизни. Если можно, разрешите приехать потрудиться, вас и слава Божью. Это главное. Девушке эта юбка подходит, деваха эта юбка одела, как похорошела сразу. Красиво, Лариса Викторовна, где можно ее номер телефона найти? Ну, пошло дело. Вот, видите как, самое главное, почему я это сказал-то? А вот дальше, это самое решительное, это проходит время, мать написала жалобу, ей ответили, они все ходили, сами снимали, и устав, и все, послали-то. Михаил сообщает, Светлана, это жена, хочет с вами поговорить по телефону. А зачем? Ну, уже прошло, уже год, я прошу прощения у вас, я на вас жаловалась, прокуратуру, что я делала? Вы разрешите мне к вам в лагерь приехать? В лагерь приехать? Я говорю, не разрешаем, потому что лагеря нету, а приехать в гости можно, и нынче, в 18-м году, мать может приехать. Вот как Бог сделал, то она там понакрутила, понавертела, но суд присудил ребенка Михаила, а не ей. На этом фоне, то и у них что-то там хорошее стало, она опять что-то с ним рядом, и опять сгонит. Ты как считаешь, хороший этот ролик? Хорошее. Что самое ценное в этом? В этом ролике? Ух, как на меня посмотрел. тут много еще такого ценного. Самое ценное, здесь никто никому не противоречит. Они выполняют указания милиции, полиции, это выполняют указания, которые прокуратуры, я выполняю указания, которые не дали, мальчишка указания, который подойти сюда, вот он выглядывает, пишет где-то, где-то, и ты побежал за юбкой, принес, этот снимает, вот где согласие-то, когда делает то, что нужно. Все абсолютно, и все тогда довольны. Тут маленько не видно, тебя закрыло, там потом ты будешь свою роль выполнять. Запомни это. Эту субординацию Бог усыновил. И на ННН шестерки здесь не участвует. А по шестеркам, да пошла ты, мент проклятый, мусора там, ничего этого нету. Действительно, девушка смотрится, женщина там, в юбке как, и это все заметили, и не раз. И мужчины говорят, мы видим, что они пришли, больше их я нигде не видел, не заходили нигде. Но это еще не все. Я теперь тебе конкретно обращаюсь, Никита. Вчарашний день рассмотрим. Мы встали утром, и кошечка вот прыгнула с этой вот, вот здесь я считаю, и вот сюда спрыгнула, ты сиди пока здесь. Я замерил так, раз, два, три, четыре, два сантиметра, 80 сантиметров. А она прыгает прямо оттуда, и разницы нету. А тут что-то она прыгнула, и стала, и боком вот так как-то пошла, и я подумал, нога, ногу повредила. Как она могла, когда тут тряпки везде, я еще ничего не знал. А тут она у меня ночует, там голуби, выведен голубенок. здесь я тогда перекрываю на ночь, что она открывает подпол, чтобы оттуда не дуло. И ее запираю здесь все. Утром такое дело, я стал ногу смотреть. Дальше я сказал, когда вернулись мы с работы, ну и Володя спросил первым делом, а как паля? Ты тоже знаешь, ты вернулся, не спросил. Почему не спросил? Ладно, начнем с того, что это я подал тему насчет паля. Так, ну ладно. Ну не очень удачно тогда. Ну главное, это безразличие. Вот дальше начинается следующее. Я не стал говорить, ну было, конечно, что-то, я хочу узнать. Вот я уезжаю, Володя нас внезапно вызвали, а ты остался один. Котенок заболел. Я тебе ставлю вопрос, ты сидишь вот здесь. Вот я говорю, Никита, а что бы ты сделал, вот когда остался один с котенком? Ты как отреагировал? Ну-ка, воспроизведи. Я отпрощил, я не понял ваш вопрос. Вы свой там неправильно воспроизвели, просто чтобы я свой воспроизвел. Правильно, я его повторил. Нет, вы не с той интонацией, не так вообще сказали. Я сказал, ты остался один. Котенок, с ним играли, он нужен нам, ей уже 7 месяцев, паля, паля. И что бы ты стал делать, ты один домохозяин. Ну, уехали, нас вызвали куда-то в другой город, мы через неделю вернемся. Как бы ты себя повел? Ну, вопрос был понятен. Я повторяю его. Ты как отреагировал? Я отреагировал с тем, что попросил вас перевоспросить меня. Так, я снова ответил, что дальше? Я сказал, тогда взял бы палю. Ты ответил так, что вот Володя Пащенко, покажи сам себя. Он никогда нигде не вмешивает, он там готовит еду. В это время он оттуда, с таким вот как испуганное лицо, ну, ну, ты что, Никита? То есть, ты не просто так говорил, ты сказал такое, что Володя перехлестнулся через крышу, он видит, что что-то невероятное. Да ты что, Никита? Ты это не помнишь уже? Ночь прошла только. Значит, ты не просто отвечал, сглаживать не надо. Ты ответил так, что лучше бы меня здесь и вообще не было в этом месте. Притом, это не один раз, когда я делал замечание, ты взрывное. Теперь вернемся к началу. Рождение свыше узнается, как ты реагируешь на свое Я. А как это отвергнуться себя? А стоит ученик и учитель, Авва называется, он ему говорит, вот видишь, памятник могила, иди и говори ему самое плохое. Он подошел к нему, да ты, деспот, да судил неправильно за взятки, да ты, паразит, тебя ненавидел весь город. Хорошо, что ты подох, собака вонючая. Ну, все сказал, больше ничего не могу сказать. И как он молчит? Теперь иди, говори самое хорошее. Да ты умница, ты на отличном учился. Тебя генеральным прокурором надо в Российской Федерации на Украине ставить там вместо пшенки. Хорошо. Что, молчит? Он говорит, вот такой ты будь. Хвалу и клевету, приемля равнодушно и не оспаривай глупца. Кто сказал? Александр Сергеевич Пушкин, если не знаешь так. Вот реакция твоя на то, когда делаешь замещание, она меня не удовлетворяет. Настолько не удовлетворяет, что, ты помнишь, ты режешь помидоры, это вот в 17-м году было, я подхожу тебе, и одно слово сказал, ты мне так ответил, что даже я попятился. И я понял, что я здесь совершенно не нужен. И обедать здесь, а я обед-то на всех режу, я сразу подошел, мол, и сказал, я здесь больше обедать не буду, я ухожу. Буду дома на сухарях сидеть. Так было? Так. Так. Ну, что интересно, ты принял самую правильную позицию, ты сразу же понял, из-за тебя, из-за твоей дерзости, хамства, хамства полноценное, при том это сотни раз было уже. И ты говоришь, я тоже не буду тогда, там в доме где-то буду. Я узнал, это через несколько дней, сколько дней прошло, не знаешь? У меня четыре, наверное, прошло. Ну, да. И с тобой работаем мы на плотине лагерной. Я тебе говорю, Никита, вот тут ты принял самое правильное решение. Не то, что я набиделся, или как, я не знаю, что с тобой делать. Только трону тебя, ты прям весь в разнос идешь. Я что сказал-то сейчас? Резать помидоры вот так надо. Больше сок из них выходит. Здесь тоже. Володя, ты из-за чего оттуда сразу с кухней? Он никогда не вмешивается. Володя не вмешивается. Но я уже многократно говорю, если меня не будет, здесь ты Володю зашибешь сразу. С Володей жить тебя не будет. Поэтому я уже на собрании говорил, что подписываем, сделаем мы, может, сегодня это договор, составим, запечатаем. Если три будет серьезных нарушения, ты покинешь это место. Живи в Потеряевке в своем доме. Здесь просить кому-то на квартиру. Невозможно. Ты, если мне так отвечаешь, а тут препятствия какие? В первую очередь, ты ко мне приехал. Я хозяин. В моем доме это препятствие. Со мной разговаривать надо, субординацию соблюдать. Вот 14 лет за этой стенкой жил Дыманов Игорь Владимирович. Составили бумагу, как вести себя. Он даже родители приезжает, он их не принимает, пока у меня не используется разрешение. Это все было включено. Но я не имел в виду родителей. Он сам это еще больше сделал. И мы жили. Говорят, да как вы могли жить? Жили прекрасно. У нас вообще ничего не было. Иногда бывало где-то шорох-то. Я тут же находил выход. По пять часов назад он быстро отходит. У тебя не так. Ты на этом замыкаешься, сидишь с компьютером. Если компьютер-то убрать, ты никто. Ты вообще никакой. Ты ни лопату, ни топор не знаешь. Я тебе какую работу не дам, ты ее завалишь буквально. Я подправляю тебя. Даже горшок этот, куда ходить кошки, ну сколько роликов-то снятых. Все говорят, да выгоните его, бандеры пущеглазые. Тут он вам устроит, майдан, то другое. Ну, читал эти отзывы? Конечно. Считал. Это незнакомые люди. Почему они так говорят? Вам его не исправить. Он сбежал отсюда. Его в армию надо. То есть люди это видят. Женщина одна. Я сразу поняла, нехороший человек. Я только сказал, он у меня всяко там... Ну, я многие вычисляю это, стираю, а некоторые не оставляю. Они буквально тебя рвут, что ты неправильный. Счастье меня поймать. Так, ты только не ерничать. Не ерничать. Даже здесь ты, видишь, как... Вот. Скажи, почему ты так поступаешь? Конкретно по отношению меня. Дальше. Возраст. Ты мне не только в сыновья, ну мне 78, во внуки годишься. И тебя это не сдерживает, если до ограду перелазишь. Ты думаешь, ты имеешь власть, потому что больше знаешь меня в компьютере, я тебя приглашаю, так ты радуйся. Я наблюдаю за тобою. И что, одежи нету? Тебе на выбор дается. Бери там жемпера. Так, нет? Ну, потерять, когда что-то привозят, одежду. Ты без одежды сидишь? Мне подарили какую-то там цигейку, шубу, там цигейку нет. Я первым делом тебе ее подарил. Или не так? Ну, конечно. Я как-то по отношению тебя, занижаю тебя, а другому даю больше. Но мне вот все, что одето, вот вплоть до вот этого, это все у меня тут приобрел. Ну, да. Ну, ладно, не в этом дело, не только. Сейчас не об этом. Даже тут только... Ты знаешь, когда раскладываются у нас там товары привезенные, я всегда говорю, Никита, бери, что тебе надо. Потеряевки. Ну, тут все ребятишки набирают, нам присылают. И это тоже не главное. Главное, самое маленькое замечание тебя в разнос сразу несет. Это один из признаков нерожденности свыше. То есть твое, я в тебе. Живо и действенно. Вот почему они столько... Все, они засчитывали. Игнатий Тихонович, да как у вас терпения хватило. Вы столько времени слушаете. По отношению Гордеева я сижу, слушаю сейчас. У меня отвечать нечего? Есть что отвечать, я его биографию знаю. Там ходил, который меня нахвалил с Яном Крестителем, сравнивал там этот. Я тоже перед ним сидел, молчал. Почему молчал? Мне до конца нужно узнать. А дальше я вижу, а говорить тут нечего. Это пустота. Я здесь одно только маленькое слово спросил. Что бы ты делал, если бы ты был один, а Паля больная? Ты не ответил. Я тебе отвечаю, что я делаю? Вот я одно сказал. Ну, к ветеринару надо. Я пошел, вот рядом компания ветеринарная. Пропустили меня там. Ветеринара нету, они на бумажках сидят. Они отпускают лекарства, наверное, на весь Алтайский край. Там меньше 15 машин нету. Я вернулся, что делать? Дальше ты не знаешь. Ну, ветеринара искать. Ну, у нас ветеринар больной. Я позвонил, я не звоню никогда. На телефоне у меня цифры, я все проверяю. Не снимает ли меня где-то. Один разговор состоялся. Это дробот Настя. Она говорит, а какие признаки? Я стал говорить. Это надо смотреть. Я говорю, признаки вот такие вот. Она идет и видно, что нога как бы вывихнута, но не сломана. Она вначале пикала. Собака. Посмотрите внимательно. Я посмотрел, прощупал. Тогда делайте ей массаж ноги, вот так по хребту и к голове. Я тут же это все ей сделал, она лежит. Когда она идет, заваливается и падает. Идет и падает. Я говорю, такое дело, она говорит, не знаю, через час позвоню. Я говорю, пошла в литературу, там в интернете смотреть. И она говорит, это может быть мелкие, там ела рыба, пистархозы, мелкие-мелкие. Они забивают сосуды у головного мозга-то и голова на бок. Я говорю, а то, что голуби рядом, у них вертлящики, не передалось. Я говорю, не знаю, но это не преподавали. Она университет там кончила. Она грамотная и умная женщина-то. Она работает в государстве, там в Тесиперме. Я говорю, это я не знаю. А укол дадите ставить? Я говорю, а сейчас надо узнать. От укола у меня кошка сдохла. Сделали, понес кошку. Ей сделали укол, а она тут же сдохла. Да зачем я к вам носил-то? Ну, больше норму дали, порцию, там, лекарства. Причем тут кошки-то нет. Ты мне хоть как объясняй. Она бы, может быть, жила. Я говорю, сделать какой-то порошок, может. Ну, я приеду. Я второй раз звоню. Я говорю, не езди. До воскресенья дотянем. Я ей стал водой святой мазать везде все. И это у нее не сломана нога. У голубя, если его голова заворачивается, неизлечимо. Только рубить. А она спит на этом этаже. Не знаю. И у нее голова на бок. У меня был знакомый человек тоже. Что-то у него. И голову на бок я уже вижу. Болеешь? Болею. Болею. Два дня он лежит. Я тебе сказал, что дальше делать, забота. Я приложил все силы. Специально ей достал самого диетического мяса. И вдруг она ожила, она наелась. Я ее положил спать. Ты прямо какой-то такой взрывной бунт. Зачем? Было не один год назад. Я вижу, что невозможно. Я тебя, кажется, сплавил из Сергея. Договорился, Сергея, возьми ее у него. Ты помнишь, когда Филипп Филиппович Преображенский говорит, ты не уходи никуда. Шариков меня заел. Ну, будь со мной. Кому он говорит? Абарменталью-то. И он у него остался. Ну, невозможно. Я Сергею отдал. Ты там пробыл сколько? Четыре недели, говоришь? Она больше. Там больше месяца, наверное. Больше месяца. Чем кончилось? Ты решил вернуться. Я тебя снова пустил сюда. Снова пустили. Ты меня все время этим сильно-сильно достаешь. Столько времени, и никакой пользы-то нету. Давай дальше договоримся. Как? Пока я здесь. Еще три замечания таких сильных. Вот сорвешься. Я буду просить, умолять просто Барменталья своего, Сергея Павловича, что он взял тебя. С Васей-то будешь жить. А там дальше будет видно. Ты не обидишься? Да можно по-другому даже. Я перевею себе, найду место, где я буду жить. Вот так вот. Да, это твое дело. Но так жить не годится. Ну, ты не согласен с этим? Согласен. Ну, зачем тебе нужно-то? Я же тебя не угнетаю. Приходите одинаково. По очереди морковку трем. У нас все распределено. Я никаких претензий обид не имею. Ну, почему ты так? Простой вопрос. Видно, что я тебе очень... Ты даже садиться рядом, за стол не садишься. Уже стоишь. А это никак не связано. Не связано? Ну, он виноват тогда. Я подумал, что... Я тогда говорю, ешь здесь, а я буду на плите отойду. Я же сколько раз говорил. Места-то мало, действительно мало места. Володя там на ведре на каком-то, на крышке стоит. Значит, у тебя желание-то есть стать другим? Они меня всегда желают. Ты мне еще чужой, ты видел, я тебя преследую. Или я тебя не люблю. Да такие подарки, которые Господь мне позволил вам по дому сделать. Конечно, требуется ремонт и проще. Но там уже один год только там побыл летом, и все. Да и там ты находишься. Ты это понял? Хороший дом для лагеря, я его восстановил. Да, теперь дальше. Это не все. Сейчас мы еще зайдем. Когда нынче в одном доме девочки, там Володя находится. Я на другой стороне вообще не касаюсь. А ты там. Я тебе говорю, Никита, смотри, там мальчики. Ты молодой человек. Никогда мой ребенку к мальчику пальцем нигде не прикоснись. От тебя была такая реакция, что я испугался. А за какого ты меня считаешь? Вроде я какой-то педофил, там, извращенец или кто. Ты мне буквально это... Ну, я сказал, сказал, предохраняя тебя. Как ты мог так реагировать? Как ты мог? Что я тебя подозреваю в этом? Ну, я обязан сказать, потому что они остаются там в воскресный день, весь день и ночью ночуют. И ты с ними один, ты охранник их. Почему ты так отреагировал отрицательно? Буйно. Ну, я не из-за педофила вовсе. Это мне даже об этом и не думал, что меня подозревают в этом. Так, а что? А больше тут еще не было? Я сказал, к мальчикам, которые там пасут мне приказать. Я не закончил, Игнать Тихонович. А что? Я тому, что... Да вы до этого там так начали прям меня загружать перед ними, что как будто я не этот... Ну, ты не такой, как я загружал. Да. Как будто я не воспитатель там, а непонятно кто перед ними. Вот это меня как бы вывело из равновесия. Да ты умер, ты умер. Прирождение с высшенностью ветхий умер. Тебя не заденет. Меня представляет кем сейчас, Роман, там. И анафему мне, и лжеправославный, там, всемдоправославный, и еретик. Меня это не касается. Он говорит не обо мне. Вот его показали каждый день, и люди рядом, и все знают, какой я. Это не моя характеристика. Он по Достоевскому, хочешь сильнее его извить, упрекай своими грехами. Этот Авагофон как сказал, что я, говорит, признаю все грехи, но только что я не еретик, а это я не соглашусь. Да, ну это так. Это вот так болтал. Теперь смотри, еще один ролик, присоединился сюда, гляди внимательно. Ты слышал, кто такой Глеб Грозовский? Слышал. Кто он такой? Это, кстати, она служитель. Он еще не исключен, насколько я знаю, сана Московская права. Патриархия сказала, сана решим тогда, когда вынесут приговор. А, ну, значит, вынесли, значит, уже лишили, наверное. Не лишили, потому что протест еще не... А, не лишили, а, не лишили, да. Не лишили, потому что, который протест подала комиссия. Что, а за что его судили, священник? А как он у себя выглядит? Чем он еще занимался, кроме священнической деятельности? Ну, он был воспитателем как раз в детских лагерях, каких-то, типа православных, насколько я понял. Так. А вот представь себе, я сейчас немножко включу, а потом выключу. Гляди, первый канал новости. Внимательно. Считай. Так, священник Глеб Грозовский приговорил к 14 годам колонии за растление несовершеннолетних. И дальше, прочитай вот это внизу. Так, 14 лет колонии строгого режима. В Ленинградской области огласили приговор священнику Глебу Грозовскому, которого обвиняли в растлении несовершеннолетних. Даже после освобождения еще долгие годы ему запрещено общаться с детьми. Около 12 лет после этого еще запрещено. И это, судя-то, не какой-то там сельской местности. И дальше... Нет, долгие годы, не сказано, что 12 лет. 12, там в другом месте написано 12. В Бриозерский городской суд Глеба Грозовского произвезли сегодня утром. Оглашать приговор судья решила в закрытом режиме, так как в деле потерпевшим является несовершеннолетних. И дальше, где девочки... Вот я сейчас протяну, можно не считать. Володя, сделай, можно нет, прочитать. А то я могу скопировать и крупно сделать. Не, нормально. Нормально. Теперь дальше. Где, откуда? Да, вот где-то откуда. Это я надо было отмечать где-то. Вот до сих пор. Не, читать-то не могу. Дальше. Ну и вот он сидит. Ну я включу сейчас его, даже что, можем маленько послушать. Посмотреть. Дальше. С 14-го года его по тюрьмам таскают в Израиле. И Израиль подтвердил. Израиль там точно поступал. И дальше. Коль пример. Ну вообще о чем? Делайте, как я, стоите в тюрьму, когда вас будут огренять? Ну, разум-то есть. Ясно. Мать там у него в это время умерла, сестра за него. Ну это родственники. Но за него многих адатайствуют. И народная линия, и священники. И мне спрашивают, я только знаю, это призвал к молитве. Ни за освобождение, ни за оправдание, потому что я ничего не знаю. Но он говорит, все обвиняют. Эээ, ты считай, не канонические главы книги пророка Даниила. Два судьи, уважаемых. Но с ними не пошла на соединение Сусанна. И они ее обвинили. Приговорили к смертной казни. Суд принял, все. Суды и тогда судили. Ну ладно, там Даниил отказался. Вот смотри дальше. Нужны доказательства. Доказательства нет. Есть только слова. Все. Я молюсь за родителей тех детей, которые меня обвиняют. Я молюсь за детей, которые приняли участие в этом обвинении. За всех тех, кто против сейчас меня. Помилуй Господи. Вот он молится дальше. Мне что не нравится. Я пока внешне. Подстригает бороду все время. Занимается там футбольная команда. Выигрывали призы. Зачем ему заниматься? Бегает. Ну и выглядит священник какой, а не старый. И с девочкой были. Теперь вообрази. У него спрашивают, тут в интернете есть. Скажите, отец Глеб, а как относиться к православному проповеднику, миссионеру Игнатию Лапкину? То есть, обо мне он мою фамилию слышал. И он дает ответ. Но в это время бы каким-то чудом, я там был, там услышал, сказал, ну что ты идет встреча с такой священник-то? Я бы ему сказал, отец Глеб или Глебушкой как-то поласково назвал, знаешь что, скорее уходи из этого. Брось ты вокруг тебя мальчики, девочки, касаются тебя. Ты молодой еще, выглядишь как одуванщик. Не надо это. Это очень опасно. Это очень опасно. Вот у меня, я 45 лет начальник, основатель лагеря, у меня там в среднем 109 человек было каждое лето. Это последние годы тут меньше. И обвинения на меня были, да, несколько раз уголовное дело возбуждали, но все сдохло. Но не по этой статье, а в жестоком обращении. То есть, напротив. Но статья, ни один суд не удовлетворил, а наоборот, дети, прокуратура пишет, дети чувствуют себя прекрасно. Это не юридический язык. Вот если бы я ему сказал так, знаешь, отец Глеб, давай помолимся. По-моему, стали молиться, и вдруг, как на стене там писалось когда-то, Мене Мене Текару Парсин, ты взвешен на весах и найден очень легким. Тебя ждут годы тюрьмы. Вот с 14-го года он по тюрьмам мается. Отойди от этого дела. С тебя снимут сан. Мать не дождется, умрет. Тебя даже не отпустят ее похоронить. Это все за то, что ты вот не слушан. Послушал бы он меня или нет? Мы молились вместе. Рука на стене. Судя по его, я бы сказал, никогда бы он не послушался. Никогда. Почему? А он занялся еще наркозависимым их выводить, а там миллионы рублей-то. И на него это дело заводят. Девочки там меняют показания. Через год, когда было, доказуемых, когда вы видели, сфотографировали, ничего этого не было. Но фотографии сохранили. Здесь рядом девочки сидят, там его трогают. Вот этого я ей сказал. Не делай этого. Не делай. К нам привезли девочку такую. Виктор Николаевич, что-то маленько отдельно. Она подходит и сразу к нему на шею. Прямо на шею бросается. Еще один. Виктор Николаевич, я тебя уберу из лагеря. Да он сам говорит, чтобы они на тебя не навешивали. Это крайне опасно. Я вот с какой целью-то сказал. Одуванщик. Тебе в тюрьму не охота, ведь? Да никому не охота, Игнатий. Не надо. Если ты так будешь вести себя, вот так вот, смотри, чего бы не было. Самое последнее, когда изгоин делают, а петушат. Те, которые по педофилу, их сразу же насилуют там. Преступники, уголовники. Он не знает. Это не статья. Ко мне моя статья 190 прим вызывала уважение. Связано, что я противодействовал милиции. Но они не знали, что ты милиционера убил. Я говорю, нет, это советское власть. Я распространял материал, архипелаг, ГУЛАГ. Да мне первое место заключенные давали везде. Если ты по этой статье пойдешь, не выжить. 14 лет строгого режима. Я-то шел по общему режиму. Это меня и врачи все оберегали, начальник, который отрядов, с ним сейчас в наших словах, Владимир Васильевич. Тайную мне там в две порции давали, чтобы от легких у меня потемнели эти бронхи. Это другое совсем. Поэтому я трясусь над вами, забочусь. А ты вот так вот, нехорошо это. Вот я теперь ему говорю. Теперь, ну а вы уверены, что он невинный? Не знаю. Не знаю. Говорит, за ноги не держал. Но как только тогда будет воля Господня. Я к этому призывал молиться. Я не опровергаюсь суда, ничего. Только знаю, что это очень и очень круто. За убийство 7 лет дают. За убийство. Эти девчонки, когда он вернется, это, может быть, первые будут самые негодные. А если они показали ложное, жизни не будет. А ложным может быть каждый подошли. А родители живут у всех небогатые. Каждому по 3-5 миллионов. А для них миллионы эти, которые, то они их 100 миллионов один год вернут. На наркоманах. Вот. И они показали. В закрытом порядке было. У меня тоже суд был одно время закрытый. А почему? Почему не пускают? Сегодняшний день открытый, а потом закрытый. И кто-то, милиционер один сказал. Ну, это так судят, когда малолеток это. С малолетками связано изнасилуют. А вот это вот сидит, стоит у дверей-то. Это моя жена, подруга жизни моей. Надежда Васильевна услышала. Она такой игрой подняла. До судей, до всех добралась. Те, где, да нет, нет, милиционера вызвали, не знали, убрали, нет. Да нет, он сказал, это тоже вообще, в общем. Понятно? За меня сразу встали близкие и судьи, и все. Повернулась сразу по-другому. Я о нем говорю. А от него перевожу на тебя. Гляди дальше. Ненавидящих меня. Я так подергаю. Я думаю, что теперь они стали это понимать. Но на самом деле сначала ведет фантазия. Наталья, детский психолог. Он детей всех любит, как своих собственных. Я вам расскажу, что первое наше свидание происходило как раз в детских домах. То есть он крепко-крепко подставился. Видимо, его предупреждали, он не ушел. Обо мне он ничего не ответил. Он сказал, я не знаю, да зачем вам кого-то искать, какого-то Алапкина, вам разве другого не хватает? То есть нейтрально, можно сказать. Его участь, 4 года я о нем молюсь. Я всех вокруг призвал. Ты понял? Ты как на ладошке. У нас был один такой воспитатель. Он даже, кажется, не воспитатель, а работник был. Я сказал, ты мальчиков сопровождаешь, чтобы они помылись. У нас взрослый должен быть с ними в бане. А он решил им там профилактику сделать. Притом, я могу назвать даже. Игорь Владимирович Третьяков. И он и говорит, маленький мальчик, смотрите, писью рукой не трогайте. Вы знаете, это дело называется анонизм. Ребенку надо знать? Знать надо, но в другом месте где-то. Мне донесли, я сразу его отстранил. Что у тебя смешно? Скажи, на чем ты смеялся? Надо мной? Да нет, при чем тут. На ситуации самой. Но я что, плохого сказал? Дети передадут не так. Дальше. Другой случай. Вот этот был высокий парень-то у нас, когда потом отдельно с отцом-то приезжал-то. И сказали, что он лежал там у ребятишек, что ли, писью трогал, что ли, руками-то. Я устроил такой допрос. Отец приехал из Барнавула. И это все заснято у нас. Да не было этого. Да, Игнатий Тихонович. Не так. Я слышал. Кто говорил? Ну-ка, давай сюда. Я сделал расследование. Не было. Перевезти в другую его там келью. Я за этим трясусь. И поэтому у нас обвинений не было. А подкапывали со всех сторон. Нет. Даже в обвинение не ставили. Даже не говорили. Почему? Слишком суров, дед. У нас правило. Мальчик не имеет права прикасаться к девочке пальцем. И она не имеет права. У них там три кельи отдельно. Мальчики не имеют права проходить даже мимо. Так? Так. Ну, это слишком. Не вам судить. 45 лет. Под пристальным вниманием полиции, милиции, прокуратуры и врагов куча. И они ничего не могли сказать. Почему? Все сказали. Не так. Родители выступили на суде. Вот как. Да. Это вы, значит, перестраховщик. Я перестраховщик. Я согласен. Я закон люблю. Тут у нас был Игорь Муравлев. Ну, хорош. Он занялся торговлей. Потом переехал. Сейчас в Таиланде лиги. Это миллионером сделался, говорят. И вот он меня как-то встретил. Он продавцом или кем тут был. Вавилон называется тут. Магазин большой. О, я говорю, вот такое дело, так надо. Он член общины был. И он говорит, Игнатий, вы законник. Я сразу охватился. Игорь, давай от сегодня, ты меня называй не Игнатий Тихонович, законник. Даже одним словом. Я принимаю. Павел говорит, передайте там привет Зине, законнику. Ну, а законник, значит, для тебя это как бы уничижительное. Но напротив законника только одна личность. Беззаконник. Поэтому остается тебе выбор делать. Законник не ты, я. У тебя остается только беззаконник. С сегодняшнего дня я буду приветствовать Игорь. Беззаконник. Добрый день. Я везде буду встать. Он сразу паник. Я знаю, что вам ответить. Ты меня пойми правильно. Гляди еще немножко. И тем самым он... Я расценила, это как давление. Потому что мне, например... Вот другие там определяют, как определять. И он отказался. Мы были в розыске. Это все о нем. О нем сейчас там там Малахов берет. Я уже не буду больше, что не сказали, чужой ролик своровал. Тут родители, сестра его. Все остальное. И тоже это довольно такая активная передача. И о нем говорят. Ну, а если бы вас допустили сказать что-то... Ну, я бы сказал. Этого делать не надо ему. Но он меня бы, если до этой беды, он бы меня не принял. Это я просто верю в это. Почему? Во-первых, уже привык. Два лагеря. Один в Греции здесь. Почтением. Перед детьми. Прыгает. Играет. Это не твое дело. На благовестие ни шагу не сделал никогда. Теперь. Теперь я сейчас утверждает. Верховный там суд. С него снимается сам. Крест больше он не наденет. Форму не наденет. Он полностью разжалован мирянин. И вот за этим стоит что. И поэтому мои поступки вы будете еще сколько раз вспоминать. У меня ни один не пострадал. Ни один. Повторяю, это не год, не два. Сорок пять лет. Ты понял? И я с тобой-то разговариваю для тебя. Сделать из тебя повыше ростом-то. Когда я беседовал, меня вызывали, тогда в то время я писал генеральным секретарям, меня называл первый секретарь горкома партии. В конце он сказал, вам бы только среди нас работать. Краевое КГБ допрашивает меня и в конце говорят, вот вам бы только у нас работать. Но я не там, не здесь. Я здесь вот, я называю себя как ассенизатор. На самом низу социальной лестницы. И с тобой столько бьюсь. Я не хочу, чтобы ты уходил. Чтобы ты был ближе. Перестал вот это куксить от каждого слова. Не хамил. Ты очень большой хам с большой буквы. А кто такой хам? Сын Ноя. А почему это слово хам вошло в историю? Ну ясное дело почему. Ну не ясно, ты объясни. Почему какое-то качество хам, он до этого хам, хам, сим и афет, они были одинаковые. И вдруг, впоследствии хам какие в природе? Ну его отец напился вдрызг, валялся пьяный голый. А он подошел и посмотрел и пошел рассказал другим братьям своим, что вот лежит там отец. Он его не раздевал. Не раздевал, нет. А сегодня раздевают. Начинают придумать и ты такой, и ты такой. Нету. Вот это хамье, как вот Роман Малыш, это хамье. У тебя это прямо иногда фонтанирует. Ты бы закрыл это дело, даже в виду не подал, смирился. Я тебе пример ставлю. Михаил Кальмаев с нами ездил. Он никогда, нигде, ему хочется сказать, но он ждет, когда все уже разойдутся, он подойдет потихоньку. Как я благодарен вам, Игнат Тихонович, что взяли меня в поездку по России. Я столько научился. А он, ему 50 с лишним лет. Вот дорогой были, начнут хамить. Сергей, Игорь. Это прямо идет у них. Я говорю, скажите, вот здесь Михаил, он поступил бы так? Оба говорят, нет. Ну, а почему вам пример-то не взять? У нас дорогой были конфликты. Но сегодня они осознают, да, мы поступали неправильно, там и проще. Там вот этот Вадим Попов был, забунтовали. У меня цель, а у вас нету цели. Мы в дороге. А я брошусь машину, шоферы две. Я не могу позволить себе такой роскоши. Мы едем, я должен вернуть машину домой и вас. А я могу бросить сеть на поезд уехать. Это они мне бросили в лицо. Ебой, смирился Игнатий. Конечно, у меня цель есть. Я пешком пойду, но чтобы только все выполнить. Да? Можно я скажу вам, брат, подержи? Ну-ка дай ему, держи крепко. Вы сейчас сказали о цели. Я как раз об этом размышлял. В наших вообще внутренних тут, в наше общение. Даже с братом разговаривал тут на днях. Что одна из главных, почему вот такое случается между нами, вообще между вами, там, между братом, то, что у нас цель, когда мы сюда с братом приезжали, вот я по себе служу, у нас цель не стояла, чтобы научиться. То есть нам просто вы понравились, благодать подействовала, книги читали, ролики смотрели, но тогда я ролики не смотрел, еще не было. Все, я захотел сюда приехать. Ну и у меня, конечно, была причина, я хотел остаться потерять. Я же не сразу с вами-то хотел остаться. А так события сложились, а Господь сделал, что я остался рядом с вами. И у меня цель не стояла, чтобы я вот приехал, только внимал всему, слушал, научался. То есть, ну это, я думаю, что то, что, ну как вам сказать, вот вы говорите, раньше кому-то приезжали, вы у кого-то человека научались чему-то. Всегда. Да, а у нас эта цель не стоит. И от этого все происходит. Я приехал, мне охота, например, там подуши за компьютером посетить, а вы начинаете отвлекать, что там вам в чем-то помощь нужна. То есть это начинает человек раздражать внутри. А если бы я ехал с этой целью, чтобы приезжать научиться, помогать человеку в деле благовестия, то есть распространение вообще Слова Божие, тогда бы я себя по-другому бы все это вел бы. Но до этой мысли я дошел буквально, ну как сказать, вот когда со мной беда-то случилась, когда я убежал из Потеряевки. Потом уже там на Урале я все это осознавал и понимал. Сразу-то у меня этого не было, а от этого все эти беды... Я тебя сразу заметил, ты такой, что двоечник, учился в школе плохо, из рук вон плохо. Ты самые простые слова не знаешь. Я предпринял все, сразу учебники. Надежда Васильевна занимается по литературе. Игорь мне помогает. Я тебя тут и по геометрии, и по всей учебнике отдельно отложил. Так было? Да, а я уперся. А ты уперся. Ты в школе не учился, просто прыгал, как козленок маленький-то. И у тебя знаний никаких нету. Я ставил задачу поднять тебя. Мне вспоминается один фильм, я сейчас не знаю, тогда я смотрел в армию. Ну, они лингвисты. Там логопеды. Идут старый профессор, и молодой только недавно кончил, там университет. Ну и разговаривает. Он говорит, много значит, когда ты сам знаешь, как. Он говорит, и что можно научить? Идут мимо, а там одна торговка. Эй, кому дать? Что хочешь, можно сделать? А молодая. Он говорит, ну не из этой можно развязать, чтобы правильно говорила, культурная речь была. Ну, он говорит, потрудиться можно. Нет. Ну, смотри на нее, как она одета и прочее. Ну, они расстались. А потом встречаются, прошел год, кажется, и на каком-то балу. Бал там такие люди, все. И, а этот молодой, который он теперь уже там диссертацию защитил, там, кандидатом стал, щеголь такой в галстуке. Я с одной близко так. Охот ему познакомиться. И он все-таки выбрал время на свободу, пригласил на танец. И когда кончилось, все выше, опять идут разговаривать. И он говорит, и тебе одна девушка понравилась это? Он говорит, очень. Какая? А какой у нее язык изысканный? Какая речь у ней? А я как раз по этой отрасли. Я думал, неужели я не найду такой в жизни, чтобы... Ну, не могу я позволить, чтобы отговорила, как какая-то корова там. Ну, он говорит, ты ее раньше нигде не встречал? Нет. Да у нас, говорит, в Лондоне таких, кажется, и нет. Она единственная такая. Я, наверное, ближе познакомлюсь и может даже посматриваюсь. Он говорит, дружок, Эдуард, это та самая торговка, которая кричала, язык высовывала. Это она и есть. Вот. Да как? Я с ней занимался ровно год. И посмотри, что получилось. Ты понял? Да. Мне это запало в душу. И поэтому, когда около меня появляются какие-то люди, я с ними работаю. Вот два мальчика у меня, а родители оба сидят за убийство. За убийство. И я ими занимаюсь. Я спрашиваю, скажу, вот это сейчас ты делаешь, на чашка не склоняйся. Ты дома будешь так есть? Да. А баба скажет, я скажу, баба, нельзя наклоняться, как свинья над чашкой. Все животные-то склоняются, а человек к пищу подносит. А кто сказал? Я говорю, Василий Великий. Ага, Василий Великий. Я бабе скажу так, а баба засмеется и скажет, смотри-ка ты, а я и не знал, а и чашку отодвинет. Опять. Облакатится вот так вот, или платка. А я скажу, баба, без платка, женщине нельзя, старенькая ты уже за столом, а баба засмеется и скажет, а я и не знала. Так эти бабы, да не с одним ребенком, а они здесь на местной телепередаче заказной сделали песнопение для начальника детского лагеря Стана. Какие наши дети приехали? Я занимаюсь каждой душою, каждой душою, определенно. Вчера тебя что тронуло? Почему ты, когда я спросил, и он мне так ответил, что тебя так возмутило, что ты сразу к нему даже бросил свои дела, выстрелился на него? Ну он стал дерзко вам просто отвечать. Да. Это не вместилось. Вместилось, да. Никита, ты видишь как, он постарше тебя, не годится так. Нельзя так. Скажи, Никита рядом с вами ничего не научился. Не научился. Но я, правда, перед Богом. Вот они нападают на меня, тем выше моя награда. А почему брата не нападает? Бог знает. Но я везде старался оставить след, не просто наследить. И Бог благословил. У меня все по благодати. Столько здесь сдать, столько написать, столько заниматься с детьми. Это невозможно. Все понимают. Ну, КГБ меня арестовало, уже я арестованный. И говорит, а вы знаете, нас МГБ, вами занималась, Московское КГБ, и думали, что здесь несколько отделов трудятся в Сибири, а нашли одного человека. Это вы все делали? Ну, не один, друзья были, пленки привозили. Остальное все это сам делал один. Один начитывал. Ну, эти наушники, эти поставить, это делал мне, Гавриилов отец, его звали Алеша, а он Леонид Ильич был. Значит, из любого дела можно сделать и бяку, и хорошую конфетку. Вот, людей надо что-то заинтересовать. А у меня сосед жил, Владимир Ильич, а этот Леонид Ильич. Мы едем дорогой, я говорю, вчера интересную картину я смотрел. Владимир Ильич боролся с Леонидом Ильичем, но Леонид Ильич победил. А Леонид Ильич, это был Брежнев, а Владимир Ильич догадывается, что ты городишь-то? Ну и когда все поняли, что я неправду, тогда я объяснил. Вот этот пьяница Владимир Ильич, сосед наш живет, а этот Леонид Ильич, и они под окном, что-то не поладили, схватились драться, драться там. Этот победил, повалил его. Ну то есть, надо юмор маленький иметь, у него юмора совсем нету. Вот это у старобрядцев, у них юмора нету. Я 50 лет живу с человеком, он ни одного слова не может с юмора сказать. Вот дети старобрядцев у меня в лагере. Рома и Илюша. Они сидят, и с ними разговаривает наша Ольга Унагаева. Она на ГТРК работает. Сидит на скамеечке и разговаривает. Ну еще, служба не началась. Ну что можно сказать? Красивая картинка, фото прекрасное. Старобрядцы сразу, как они ненавидят старобрядцы, эти никоньяни. Даже старобрядцевских детей выгнали из храма. Ни одного слова правильного нету. Они хорошие ребятишки, просто талантливые. Худс, фамилия их. Старобрядец все гонит в обиду. А вот никон был, ну что-то там доброе было, найдите. Перевод русский язык, почти на русский язык в Библии не сделали, нету. За 300 лет ни одного художника не было, ни одного музыканта не было. Это о чем-то говорит? Это кладбище, огромный полигон у старобрядцев талантов зарытых. Я об этом говорю, я ненавистен для них. Но они мне помогли, старобрядцы. Когда пришли, я листики раздавал там, ну, напечатано, крещение отдельно. И они говорят, а почему бы книгой не издать? Я говорю, а как это? А кто будет редактировать? Я говорю, а что это такое? А дальше я сам буду верстать книги в фотошопе работать. Вот двинули меня к этому старобрядцы. То есть я везде стараюсь найти хорошее. Хорошее. Но если ты уйдешь, то вот, ну, видишь, какой ты, даже вчера возмутил, это уже помощь мне. Так, возьми коню, на Никиту направь. Никита, давай сейчас выскажи мне, что тебя больше всего во мне раздражает. Не переносишь мои слова. Невыносимо. Даже помидоры режешь, сказал ты нож, держи в отахват, и ты меня прям сразу вот так. Почему я тебе так неприятен? Ну, так неприятно. Ну, я должен исправиться. Давай сейчас, ты говорим на равных. Ты не ниже меня, не моложе, ничего. Мы оба находимся где-то в одном месте, но оба одинаковые. Ни чей дом никому не принадлежит. Конкретно скажи. Почему так на мои слова реагируешь? Просто невыносимо. Хамски. Я так считаю, что лучше, пока до лета, по крайней мере, я перееду от вас, ну, чтобы не повторялось это все. Это же опять будет то же самое. То есть, опять то же самое. То есть, ты идешь тем же путем, но в себя я останусь. Я понимаете, вот еще пару недель назад, такой наста момент перемирия, я подумал, неужели это у нас прекратится теперь навсегда, это все ссоры. Мне, в самом деле, я поверил в это. А потом опять началось там, началось пробуждение, и все по кругу. Я бы думал, что это просто Господь изменил эту ситуацию. Оказалось, нет, и потом... Так в тебе это все-то. Володя-то рядом этого нету. Игорь рядом, Сергей Павлович с ним. Почему с ними-то нигде ни с кем нету? Ну, где они рядом? Ну, пусть живут, попробуй пожить тут. Ну, хорошо, вот он где живет, вот он живет. Ну, Володя это исключительно живет. С малышом не было, когда он рядом был, не было. Отошел, бесовщина вокруг началась. Малыш-то. Малыш-то такое слышит. То есть ты опять ищешь в ком-то. Это все только в тебе в одном. Твое я не умерло. Твое я. И теперь вспомни, где и как, что ты говорил там еще на Украине. Какая твоя жизнь к этому шла. А разная наша жизнь была. И поэтому тот остаток остался. Поведение осталось. Юноши, девушки, ребята, две фотографии всего. Они уже показывают, что ты был не чужой в той среде. Конечно, не чужой. Да? Я активно там уча обстал. Наркотики. Девушки там и женщины. Не поймешь, кто они. Ну, у меня не было этого. Ничего нету. Я ничего не знал, как учиться, учиться, учиться. Как сказал Ломоносов. Это я знаю, Надьихович. Вы это говорили уже. Я пока следу от вас просто, по крайней мере, до лета. Понимаешь, нет. Вот ты сейчас сказал, даже не понимаешь. Ну, я знаю, вы это говорили. Так тем больше твоя вина, что я не один раз говорил. А этим ты мне хочешь сказать, что ты мне сто раз повторяешь одно и то же. И вот эти слова Александру Ивановичу Устинову, а он был приговорен к расстрелу, начальник радиостанции Рокоссовского. И где бы его не был, я приехал в Искитин ради него. Что бы он ни делал, я всегда прошусь, возьми меня с собой. Я рядом, и в простых разговорах я научался и научался. Поэтому у меня такой стремительный возраст был. Все удивлялись. Вот на третьи три месяца исполнилось, как мне Библию дали. Я уже у баптистов стоял и проповедовал с кафедры. Я ее в руках держал. Особенно памятный, когда я ушел там в лес, в распадок, и там свил гнездо, как шимпанзе из Библии обнял и до рассвета там дремал. А утром туман только где, чтобы никто не мешал мне. А у меня случай был. Борисполе. У меня взял полковую Библию, Феофилакта. Решил пойти почитать ее. Я живу с края Борисполя, а там рядом военный аэродром. Но он уже давно там не рабочий. Ну я взял, слугу положил, пошел там стейк такая, холмы, дальше там самолеты стоят. Думал, ну иди, не спочитаю. А оказалось, началась-то война уже. Эту территорию уже признали как военные, только не огородили никак. И я иду там, ничего не думаю себе, немного борода у меня уже выросла. И на встречу военный. Пошел меня потом оставил, говорит, а ты кто? А что ты тут делаешь? Да ничего, говорю, вот. Так, подожди, подожди. Взял меня, схватил. Ты что, не знаешь? Ты кто такой-то? ДНРовец какой-то? Луганчанин тут разведуешь? Ничего не знаю, говорю. Ну, тогда, когда машина ехала, остановила меня, посадили в машину, отвезли в комендатуру. Взвели в комнату, там, с пистолетом, встали возле двери, меня окружили вот так вот. Давай, кто что делает? Я открываю, вот мне Библию. Так, это как-то не наша Библия. Так, а ты кто? Да вот, ты кто? Христианин какой? Православный? Какой? Московской патриархии? Русской? А, ты русско-православной церкви? Ну, в конце концов, погри-погрили, меня сопроводили до КПП, так, я тебе говорю, что у меня нет желания тебя выдавливать. Из головы выбрось это. Нет, нет, ты не выдал, я сам этот покинул пока. Сам-то ты для того, чтобы твое вот это гнездышко, внутреннее я, не умершее в тебе, оставить в целом. Ты ради этого делаешь, чтобы тебя никто не трогал. Никто тебе больше замечаний делать не будет. Это уже с первого года, и сколько раз надо расстаться, надо расстаться, хотя бы на какое-то время, или временно. Вы же сами это говорили сколько раз, причем вот мои гнездышки. Я говорю, что ты не исправляешься. Ну, четвертый год не исправляешь уже, иначе тихо. А ты исправься. Научись быть веселым, радостным, всегда радуйтесь. Я... И в ответ, нет, ты сразу начинаешь кривляться, ну, конечно, знаю, вот так вот, но не годится это. Ты просто как будто бы прошел особую, высокую школу хамства. И в жестах, и в мимике, и в лице. Ну, то есть, тебе выдали отлично, отличный хам. Можешь везде работать, только хамом. Хоть куда тебя пошли. То есть, а хам сделался черный континент. Континент. А все эти вот, черные, это хамовое племя. земле хамовой. Вон, Давыд говорит, так и называлась земля хамовая. Это не я придумываю. Ты, вывод делаешь абсолютно неправильный. И беседа эта для того, чтобы ты... Нет, правильно, правильно. Я, я, ты думаю, это разговор-то не зря случился, только для этого. Я просто не знал, как вам сказать уже, неудобно как-то вам. А тут вы прям подвели к этому, думаю... Ну, да. Я тебе говорю, нет. Выход к тому, до лета, я, по крайней мере, до лагеря, я буду поживу отдельно, Гатя Ханч. Ну, почему у меня прям держит... Я тебя не удерживаю. Удерживаю тебе, прям удерживаю тебе. Ну, только ты уже не изменишься, только захряснешь еще больше в этом. И все нечистое из этой... И это в интернете будет вливаться тебя уже тогда неудержно. Ты от Романа недалеко отойдешь. Нет, 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 не отойду. Нет? Нет. Ну, может быть и так. Может быть и так. Знаешь, одного долгожителя где-то в Дании журналисты спрашивали, ну, с чем объяснить, что долголетие... Никогда не спорил ни с кем. Он никогда не спорил. Да не может быть. Он говорит, ну, может быть и так. Он и с журналистами не стал спорить. А старик, с которого Хемингей писал «Старика моря», он прожил там до 100 лет. А какой ваш секрет долголетие? Да не знаю. каждый день выкурил по трубке табаку, говорит. Ну, это и все, да. Ну, мы с тобой договоримся давай. Хорошо, обдумай. Тебя сейчас... А я пойду отдельно жить. Это не от Бога. Почему? Потому что ты остаешься то же самое. А ты бы сказал «Шлифуй меня каждый день, трамбуй меня, но только из меня выжить по капле этого раба, как Антон Павлович Чехов говорил. Выжить его из себя и никогда не торопись. Только скажу, даже минуты нету, как женщина. У тебя женский характер. Ты смертельный подкаблучник будешь, если женишься. Думаю, так завтра суббота, завтра как раз я и съеду. Мне пока есть. То есть приму. Это твое дело. Я тебе говорю. Он только бережет тебя сатана, чтобы никто над тобой не трудился. Никто не будет трудиться. Он тебе в этой коробочке переставит другое место. А тут я тебя все время пытаюсь по-другому, чтобы ты мыслил. Чтобы ты был переносимый. Вот допустим, даже дрова колоть где-то просят. Я говорю, ну ладно, Никита придет, а Володю нельзя. Опять что-то просят, а Володю нельзя. Даже на физический труд и то уже люди делают различия. Это настолько пример неудачный этих рыж. Ну просто более неудачный выбрать меня. Потому что я работал в других местах, а он других. Он его, на мое место не прорваться, а мое на его. Тут ничего даже не надо поднимать. Вот я сейчас сказал, ты бы мог промолчать? Я специально подкинул маленькие вопросы. Думаю, как ты среагируешь? А ты уже не выдержал. А вот неправильно неудачно ты мог это не говорить. Ты опять же на то же самое. То есть у тебя такой неудачный, пример неудачный. Пусть это так, но ты бы не сказал. Я скажу тебе. Сколько раз я говорил о Марии Кюрис-Клодовской, два же левературовской премии. Что? У нее китайские студенты. Она видела, они сидели у ног ее и не согласна. Я только по глазам могла определить, говорит. У тебя не было. Ты жил не в семье, у тебя этого не было. Все. И ты поэтому в этой кошелке-то своей сидишь и паришься. И снова тебя враг туда перекидывает. А я завтра у тебя уйду. Куда ты уйдешь? Никуда ты от себя-то не уйдешь. А ты наоборот, говорит, найди учителя, строже которого нет во всей вселенной. Вот как советую отцы. А я сделаю так, вот так. Можно это сделать. Но только сделай тебе еще дальше от желаемой цели спасения. Отвергнись себя. Ты уже надумал это, а сказал бы. А ну-ка давай посоветуйся. А что я там буду? Плюсы и минусы. Как я делаю? Я ухожу. Что в этом? Плюс-минус. Я не ухожу. Что? Там, куда ты уходишь, ты остаешься в том же самом состоянии. Это означает, ну ты в других местах, где будешь сталкиваться, у тебя везде неурядицы будут. Ты самый неблагоприятный выход имеешь. И не спрашиваешь, а тебе не нуждаешься. Вот сколько ты живешь, ты ни разу не подошел с каким-то вопросом по писанию там или по жизни вообще. То есть я для тебя я не настаиваю на этом. Но дело в том, что вот он. Вы для меня открыли новую Россию. Только по интернету. Для меня открыли новую Россию. Это чего-то стоит? Тебе никогда этого не напишут. Это ты точно знаешь. Это по-другому не может быть. Теперь скажи, сколько человек тебе выходили по скайпу, желая поговорить с тобой? Ну, двое где-то выходили ко мне. Да, двое. За сколько? Какое время? Ну, я не скажу, сколько времени, сколько человек. За четыре года за последние. Сколько человек, с которыми ты говорил, они хотели, и ты с ними поговорил по скайпу и принес такую пользу, чтобы они стали как Евгений Трапко в Иерусалиме. И гнать открыл ты мне дверь в православие. Да мне 29 лет едва там. Я отвечу, никогда не было и не будет. Вот как Евгений Трапко свежий человек. Я же не умоляю ваше достоинство. Вы отличный проповедник и учитель. Сейчас ничего не говори. Он женский характер. Ты не даешь содреть. Я сказал, ты бы для себя. Тебе надо оправдаться. Долго жить не будешь, как старик тот. Ни с кем не спорил. Я тебе говорю, для чего? Для того, чтобы ты смирялся. Сказали слово, а ты в себя положи и дальше обдумай. Молча подойди. Какой монастырь тебе там, священник? Тебе маленькое замещание. Отец Греб принял бы от меня и сказал, отойди от детей. Тебя ждет катастрофа. Не принял бы. Вот это я могу точно сказать. Он жил в этом. Его нигде нет. Ни боговестия. Его не видел с Библией. Нигде не видел. Он только прыгал, футбол загонял, там ворота забивал. Ему это надо было. И был, приезжал там какое-то время. Ну, было ли не было, не знаю. Еще раз говорю. Не надо было этого делать. Просто отойти. Но он не послушался бы. Вот в этом я, ну, просто я знаю. На детекторе лжи проверить, он отказался. Почему он отказался? Вот меня бы сейчас сказали бесплатно на детекторе лжи. Да, когда меня арестовали, сидели в тюрьме, я с удовольствием бы пошел. Да-ка, машина, можно ли доверять? Даже ради интереса пошел бы. Ну, помнишь, оперативный псевдоним. Он ответил все вопросы, но на два вопроса вызвало у него недоумение. Машина. Спросили, кто родители. Он сидел-сидел, не знаю. И техника зафиксировал. И говорит, странно довольно. А как? А я не знаю, где в детском доме. Ну, хоть что-то слышал. Нет. Такого не бывает. Это сразу потянуло цепочку. Понял? На детектор лжи отец Глеб Грозовский отказался идти. Почему? Ну, может, такая причина быть, что он подумал, что этот результат могут быть у него в любом случае использовать, поэтому он заранее отказался вообще. А помогло ему это? Нет, не помогло. Нет. Ему сверхпрограмму накрутили. 14 лет. 15 лет это-то выше, выше этого не дают. Вообще. Массовое даже убийство было какое-то. Но это не все. Еще раз говорю, не все. Он без священного креста, он не знает, что он умеет делать-то. Но теперь патриархия будет снимать, а вы... Не знаю. Тут я молчу. Это патриархия решает. Даже высший суд будет решать и может ошибиться. А сан вернуть нельзя. Вот какое дело-то? То есть я все время прикидываю, а как бы я поступил, а будь я там судьей, и что бы я сделал. А теперь, если бы все знал, то есть я все время размышляю об этом, молюсь, а ты сразу бац! Только сейчас вот разговариваешь, бац! А для обдумания у тебя не было времени. А ты положил бы эту заначку, помолился, а потом бы еще помолился, и как будет. И для себя вслух не высказывал. У меня один тут начал все время хвалить-то. Я его предупредил, перестань, не понимать, я его черный список занес. Я его выкинул, и все. Не надо, то есть правильно-неправильно, а он везде только хвалит и все. Мне-то зачем? Мне-то не надо. Но если говорить правильно, значит, на пользу другому будет. Вот я тебя спрашиваю, что нас разделяет, ты ничего не говоришь. Не говоришь, значит, и тогда придумать уже нигде не надо. Еще раз говорю, задача моя исправить тебя, но не изгнать. Ты избрал именно тот вариант, который угоден не тебе, а только дьяволу. Оставить в коробушке, какой ты есть. Головой не крути. Даже ты не говоришь ничего, а у тебя уже голова по-женски крутится. Не согласен. Ты виду не подай. Тебя раскалывают, допрашивать еще не стоит. Маленько что-то сказал про тебя кто-то, ты весь поплыл уже. А ты виду даже не дай, сиди спокойно. Правильно или неправильно? Вот так. Видишь, даже ты уже надо показать, как вид надо. Все. У тебя какой-то хромосомы не хватает или она лишняя? Даунизм там, как там называют все это? Не знаю. Ну, что-то неладное. Ну, верующий это может пересилить. Отрезать это. Все на этом. Слава Христа. Отпускаю тебя на покаяние. Аминь.